Прекрасный пейзаж, свежий воздух, открытое пространство. Здесь любят гулять после школы местные ребятишки. Но в последнее время на этом месте орудует стая собак-людоедов. Давайте спустимся и своими глазами посмотрим на место происшествия. Именно на этом месте произошла трагедия. По словам девочки, которая была в компании с Ваней, мальчик убегал от собак на пригорок, но они его схватили и потащили вниз. Здесь до сих пор видны остатки его пуховика. Трудно себе представить, как 12-летний мальчик около часа боролся со стаей собак. Неизвестно, чем бы кончилась ситуация, если бы на помощь к нему не прибежали очевидцы, взрослые люди. Настолько сильные раны, это смотреть просто невозможно. Там от одежды вообще просто ничего не осталось. Там не было ботинки собаки, стащились с него. От брюк ничего не осталось, ни куртки, ни кофт, ничего нет. Все изорванное тело. Единственное, что лицо уцелело и живот, как он видимо, сгруппировался. Когда я уже приехала в приемный покой, там просто, ну не знаю, для простого человека смотреть очень страшно. Пошла к нашему главе администрации. Он меня принял так сухо. Вот люди чужие, понимаете, сейчас в интернете все это сверкает, там все пишут, все сочувствуют, все молятся. А этот человек, я не знаю, у него прям не сердце, а камень, наверное. Этот случай не единичный. Местные жители уверяют, собаки проживают на территории бывшего лагеря Лесные Дали. Нам туда попасть не удалось, нас просто не пустили. Бросились на меня пять собак. Прямо голлопом на меня побежали. Меня спасла только вертушка горнолыжника. Два часа я крутился, там их отбивал. Руку отбил, покусали мне ногу всю. Ответственность за это никто не хочет нести. Как бы надо принимать... Писали заявление в администрацию, реакции никаких. Важный аспект. Были ли собаки, которые покусали Ваню, заражены бешенством? И вообще, что делать, если человека укусила на улице собака? Собаки, предположительно покусавшие мальчика Ваню, были найдены, доставлены в нашу лабораторию. Были проведены первичные исследования на исключение бешенства. Они отрицательны. Сейчас ждем окончательных результатов, которые будут готовы через месяц. Если человека покусала собака, независимо от того, домашняя она или нет, человеку в первую очередь необходимо обмыть рану мыльной водой. И в срочном порядке после этого проследовать травмпункт. Ему окажут первую антирабическую помощь. Вопрос бездомных собак на территории Ленинского района стоит остро. Местные власти пытаются решить эту проблему. Сейчас пострадавший мальчик Ваня находится в московской больнице. По словам бабушки, состояние у него стабильное. Ну а мы будем продолжать следить за этой историей. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Видное ТВ.